Здравствуйте, уважаемые зрители канала Про Цветок. Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. И сегодня у нас очень важная тема – это посадка клубники, или, как ее называют, земляники садовой. Я поделюсь своим опытом выращивания клубники и расскажу о том, как ее посадить, чтобы уже в следующем году собрать хороший урожай. Начнем, конечно, с самого главного. Это подготовка почвы. Клубника любит расти на солнечных участках, без затенения, где почва рыхлая, легкая, плодородная, воздуховлагопроницаемая и хорошо заправленная органикой. Клубника растет на слабокислых почвах PH 6,6,5. Лучшие предшественники для клубники – это чеснок, лук и бобовые культуры. После таких культур клубника растет лучше всего. Так как лук и чеснок убираются у нас на огороде одними из первых, освобождаются грядки, они свободны и годятся для посадки клубники. Худшие предшественники для клубники – это, конечно, картофель, томаты, огурцы и кабачки. После таких культур высаживать клубнику не стоит. Особенно я не рекомендую высаживать клубнику после картофеля. Ведь после картофеля клубника может поражаться различными заболеваниями, но не только. После картофеля в почве очень часто можно найти личинок майского жука. Именно такие личинки и будут уничтожать нашу клубнику. Они подгрызают корни, кусты увядают и могут такие вредители уничтожить все посадки. Теперь непосредственно о подготовке почвы. Почва у меня легкие суглинки, PH 6,5, то есть почва идеально подходит для выращивания клубники. Почву я предварительно заправляю органикой. Вношу на квадратный метр одно 10-литровое ведро компоста и один стакан древесной золы. Если золы у вас нет под рукой, можно использовать обычное калийно-фосфорное удобрение 50-60 грамм на метр квадратный. Все компоненты вносим в грядку, перекапываем и грядка в принципе готова. Нужно отметить, что после внесения такого количества удобрений питания хватит клубнике на целый год. То есть в первый год посадки, в следующем сезоне весной, летом мы клубнику удобрять не будем. Ей хватит питания на целый год. Начнем удобрять клубнику только со второго года. В зависимости от технологии клубнику можно высаживать просто в грунт, либо в предварительно подготовленную грядку, накрытую агроволокном, либо черным спонбондом. У меня есть различные грядки и накрытые черными материалами и просто в грунте. Сегодня я буду высаживать просто в грунт, а затем мульчировать соломой от сорняков и для сохранения влаги. Когда грядка у нас подготовлена, нужно позаботиться о посадочном материале. Если у вас есть собственный посадочный материал, как у меня, можно использовать его. Но если материала нет, его нужно приобрести. При выборе саженцев в первую очередь обратите на здоровье растения. На листьях не должно быть пятен, не должно быть каких-либо повреждений, признаков различных вредителей. В этом случае такие саженцы можно приобретать и высаживать. Если вы заметили какие-либо отхождения, какие-либо пятнышки, каких-либо вредителей, то такой материал не покупайте. Хочу порекомендовать вам покупать материал в нашем интернет-магазине. У нас саженцы всегда хорошего качества. Рекомендую. Новые посадки клубники лучше делать в августе или сентябре, когда уже нет очень большой жары на улице. Когда проходят дожди, прохладная погода, тогда клубника очень хорошо приживается. Если на улице стоит жара, засуха, то спешить с посадкой клубники не стоит. Лучше немножко подождать. Пусть вы посадите клубнику на две недели попозже, но зато она гарантированно приживется. Если вы заготавливаете посадочный материал у себя, то обратите внимание на корневую систему. Она должна быть хорошо развитой, мочковатой и здорового светлого цвета. Также не стоит держать саженцы с открытой корневой системой на солнце в длительный период. Если вы выкопали саженцы у себя из грядки, сразу же поместите их в емкость с водой, чтобы они не пересохли, чтобы не засохли корни. Если корешки на клубнике подсохли, такие саженцы будут очень плохо приживаться. При посадке клубники многие дачники не учитывают габариты взрослого куста. Кажется, саженец совсем маленький, но что там посадить несколько штук на квадратном метре. Однако с возрастом кусты разрастаются и затеняют друг друга, нету проветривания, возникают различные грибковые заболевания, нету доступа солнца, значит ягода плохо созревает и может загнивать. Поэтому всегда учитывайте габариты взрослого растения. Между рядами я делаю расстояние 80 сантиметров, а между растениями 40-50. Итак, в подготовленной грядке мы выкапываем лунки на нужном расстоянии. В лунку мы будем проливать раствор метаоризиума. Почему так нужно делать? Дело в том, что у нас сильно распространяются хрущи. И у меня в этом году очень много было сгрызенных корней у клубники. Выкапываешь кустик, а корней нет. Хотя я и проливал почву метаоризиуму, все равно такие случаи были. Если бы, наверное, не проливал метаоризиуму, не пользовался, то хрущ уничтожил бы весь ягодник. Поэтому обязательно делаем раствор метаоризиума. Одна чайная ложка гранул профит метаоризиум на 10 литров воды. В каждую лунку примерно пол-литра раствора высаживаем кустик. После посадки еще раз проливаем раствором. Тогда наши растения будут защищены от такого опасного вредителя. И, кстати, от проволочника метаоризиуму также эффективен. Теперь о посадке. Нужно взять саженец в руки и посмотреть корневую систему. Если она слишком длинная, то при посадке корни могут подвернуться наверх, и такой саженец плохо приживется. Длинные корни немножко подрезаем. Тогда саженец будет лучше приживаться. Саженец помещаем в посадочную ямку, расправляем корни и присыпаем почвой. Немножко прижимаем руками, чтобы почва уплотнилась. И все, готово. Он посажен. Осталось только полить. При посадке также нужно учитывать глубину. Нельзя заглублять точку роста. Иначе эта точка роста замоется дождями. Замоет ее почвой, землей, и клубника будет плохо приживаться. Будет очень кустик слабо развиваться. Точка роста должна находиться наверху. Нельзя также высаживать клубнику и слишком мелко. Корни оголятся, и куст может попросту засохнуть. После посадки грядку при необходимости можно замульчировать сеном, соломой, либо подвявшей травой, чтобы не росли сорняки. Можно не мульчировать, если у вас в достатке идут в августе дожди. Почва влажная, и сорняков на участке не слишком много. То есть можно и так, и так. Мульчирование, в принципе, можно проводить и весной. До цветения мульчировать грядки, чтобы потом ягода оставалась чистой. Посадка в конце лета, либо в начале осени, гораздо более перспективна, чем посадка ранней весной. Ведь при посадке в конце лета формируются хорошие кустики, образуются уже цветочные почки на следующий год, и будете собирать уже следующим летом урожай. А если посадить клубнику весной, то урожай будет более скудным. Поэтому, если хотите быть с урожаем, то высаживайте клубнику сейчас. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!